Капают Я буду с тобой, да я буду всегда с тобой Музыка мне нравилась с детства, заниматься ею. Телевизор смотрел, всякие концерты. Ходил, просто напевал. Потом мама меня отправила в музыкальную школу. Я был тогда маленький, она толком меня не спрашивала, хочу я туда или нет. Все, просто взяла меня записала. И отходил я пять лет на баян. И потом я стал интересоваться, как записываются песни в домашних условиях, как запись эта происходит. Потому что много всяких каверов, самоделок и как бы звучит все нормально. Как это делается? Установил программу себе на компьютер. Микрофон простой, от наушников что ли. И начинал, пробовал записывать песни. Когда я немножко подрос, папа стал меня брать на концерты разные выступать. То есть увидел то, что есть талант, то, что я могу петь. А он сам в сельском доме культуры аккомпаниатором работает. Он снимал эти видео, когда я пою на концертах. И выставлял на YouTube. Раньше он про технику что-то там на YouTube снимал, когда еще сразу создал свой канал. А потом он выложил одно видео, музыкальное уже оно было. И посмотрел то, что сразу прыгнули просмотры. То, что технику как бы никто не смотрит. Мало, там 2000, 3-4. А выкинул видео с концерта. И все, и сразу пошли просмотры. И он понял то, что нужно работать уже в YouTube по этой сфере. И стал выкладывать видео с моим участием. Как я вот запишу песенку, ее спою, мы видео смонтируем. И все, и просмотры пошли. И 100, и 200 для нас это уже большие цифры были. Потом уже миллион, и два, и три, и шесть. Последнее, не последнее видео, а такое самое нормальное, популярное. Это я сделал кавер, записал на песню Валерия Залкина «Капали слезы». А сейчас на данный момент что ли 18 миллионов просмотров. Вот в этом и особенность в том, что как бы домашнее видео, простая запись, никто ничего не выделывается, все скромненько. Слушают, я думаю, еще потому что песни «Шансон» мало сейчас кто поет так вот в YouTube именно с молодежи. Потому что я молодой и пою такие песни. И плюс они, мне папа больше всего отпирает песни, и они малоизвестны. И люди слушают, потому что они не заезженные. Сразу, когда я начинал эту всю запись, я начинал рэп записывать, вот такое все, что слушали друзья в школе. А потом, когда с папой стал ходить на работу, слушал народные песни и все остальные, мне как-то оно все, все у меня поменялось. Мне понравилось то, что я потом стал петь. И плюс, если бы я сейчас пел рэп какой-нибудь, читал, там что-нибудь такое современное, выкладывал. Я пробовал, пытался, когда у меня уже было нормально просмотров, я если что-то выставляю современное, вот такие песни попсовые современные, они не идут, не идут. А вот шансон, который вот папа мне даст песню «Саша», надо выучить. Все. Я ее выучил, записали, и там обязательно будут просмотры. А сам слушаю, разное слушаю, полностью разное. То есть в моих аудиозаписях может быть и хор какой-нибудь, акапельный, там, болгарская какая-нибудь народная песня. Иностранные могут быть песни, может быть и рэп даже, и шансон. Ну, в основном такие попсовые песни популярные, которые сейчас идут. После 11 класса поступил в Минский государственный колледж искусств на отделение народное творчество «Хоровая музыка». После колледжа я попал на отработку, филейку, отработка два года, на должность руководитель хора. Проработал три месяца, вот и меня забрали в армию. Служим в полку водителями. Экипаж машины состоит из трех человек. Водитель, начальник аппаратный, радио-телеграфист. В наши задачи входит не только управление транспортным средством, а также запитывание его электричеством. Сюда, в эту аппаратную, входит состав, рецепт, который развертывается на полевом выходе. И он дает питание всему лагоду. Здесь питающий кабель, который идет на второй вод. Также заземление. И к этой машине также идет транзит. От нее запитываются другие аппараты. Первые дни в армии были такие, первый особенный день длился очень долго. Все непривычно, за целый день на кровать не присядешь. Всякие правила такие, что были непонятны сразу. А потом как-то все нормально и заметил, чем дальше, тем быстрее летит время. И как-то уже освоился. И как-то нормально. То есть, скажу, даже нравится. Если учитывая то, что я в армии. Конечно, если не в армии, то все равно лучше, понятное дело. А так, да, так нормально, нравится все. Я, кстати, в армии получил категорию С. У меня не было до армии. На самом деле, все проще, чем я думал. Как бы до этого и на тракторе где-то ездил. Так как я сам из деревни, то как бы не было никаких трудностей. А в армии я продолжаю заниматься творчеством. Меня пригласили в концертную группу военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Я там пою, выступаю на концертах. Первый раз попал к Малахову на передачу «Привет, Андрей». Я тогда учился в колледже, на четвертом курсе уже, последний курс был. И мне написала редактор программы ВКонтакте. Я сразу подумал, может, это какой-то фейк, может, розыгрыш. И там написала «Нет, все нормально, все реально». Как потом понял, и как все поняли по словам из программы, меня туда пригласили по многочисленным просьбам подписчиков канала. Потом я ездил второй раз, тоже к Андрею Малахову. Эта передача называлась «Сегодня пятница». Уже другая типа передача. Дальнейшие планы после «Армии» — это, конечно же, заниматься творчеством, заниматься музыкой, заниматься своим YouTube-каналом, если будет это возможно, радовать своих подписчиков, своих зрителей новыми песнями, новыми видео. А также, если брать именно официальную работу, то, думаю, тоже дальше работать по этой сфере.